Павел Солопов Павел Солопов как музыкант в особом представлении не нуждается. За плечами десятки музыкальных площадок и несколько довольно известных групп. С детства любил сцену. С детства гордо на нее выходил. Как родители рассказывали, я еще в детском саду был звездой. А так в школе уже начал формироваться как музыкант. Этой весной уже с его подачи родился еще один новый музыкальный коллектив с притягательным названием «Гравитация». Его участники уверены, самое время оторваться от существующей реальности и перенестись в другую, где звучат любимые танцевальные метленки. В первую очередь я пригласил тех людей, с которыми я проработал много лет в предыдущем своем музыкальном коллективе и тех людей, с которыми я хорошо общаюсь, которым я доверяю. Вот так вот выглядит наша репетиционная студия. Буквально через 15-20 минут подойдут ребята и мы начнем нашу репетицию. Пока коротко расскажу о составе. У нас в составе 5 человек. На барабанах в нашем коллективе играет Алексей Иванов. За клавишами у нас сидит Игорь Беляев, больше известный городу как Гоша. Бас-гитарист у нас Максим Акулин, гитарист Дмитрий Крылов, известный в городе джазовый импровизатор. Ну и я играю на гитаре и пою. Артисты любят за изюминку, за шарм, за то, в каком виде он донесет до зрителя продукт под названием песня. Это не сладкий поп или горький рок, это нечто другое. Солнечное настроение, светлая грусть, стильный и дерзкий фанк. Главная задача – сохранить атмосферу оригинального трека, но при этом сделать его вкусным для современного слушателя. Несколько классических рок-композиций мы сделали в стиле диско, но при этом свою рок-изюминку они совсем не потеряли. Многие резонно спросят, при чем тут лаборатория и белый халат. Все просто. В таком виде Павел Солопов прибывает как минимум пять раз в неделю по нескольку часов. Он преподает целый ряд дисциплин в Рязанском государственном агротехнологическом университете. Вот как ни странно, ни с медициной, ни с музыкой у меня из родственников связи нет. Конечно, есть определенная педагогическая линия. Бабушка была учительницей, мама учительница. О педагогике речи вообще не шло, потому что у меня мама учитель школы. И я смотря на ее работу, думал, что никогда и ни за что я не буду преподавать. Сегодня он уверен, именно наличие двух таких разных сфер деятельности помогает отдыхать. В первую очередь, одна от другой. Работа на большой сцене, она требует полного погружения в музыку. Но я люблю ветеринарию так сильно, что полностью от нее никогда не откажусь. Например, сейчас я очень заинтересовался вопросом ветеринарно-санитарной экспертизы лягушачьих лапок. Поскольку продукт весьма новый для нашего рынка, для наших столов. Но это вовсе не значит, что он, как строгий ревизор, готов придраться к любому поданному в ресторане блюду. Как раз в этот момент музыкант берет верх над врачом. Я, как музыкант, проявляю некое уважение к работникам общепита, поскольку регулярно общаюсь с коллективом ресторанов и с официантами, и с барменами. А еще Павел единственный в Рязани музыкант, который умеет играть на блюграсс банджо. Это тот самый струнный инструмент, на котором играл герой Александра Панкратова-Черного в кинофильме «Мы с джаза». Если переходить постепенно к музыке, то когда я ей уже начал заниматься профессионально, когда я начал работать на концертных площадках, в заведениях и так далее, на тот момент я уже фактически дописывал кандидатскую диссертацию. Уже почти состоялся, скажем так, как преподаватель вуза. И в этот момент как раз меня пригласили в музыкальный коллектив. Как любой талантливый студент, между лекциями и зачетами Павел Солопов постоянно участвовал в региональных музыкальных конкурсах, где неоднократно был призером. К счастью, вакцина от звездной болезни не понадобилась. Даже когда он успешно поступил в Институт современного искусства на факультет эстрадно-джазового вокала, он не смог навсегда убрать в долгий ящик толстые книги по медицине. Я никогда не считал музыку профессией, потому что это для меня всегда было больше хобби. То есть я с детства занимался музыкой, с детства ее любил. За это время как музыкант он усвоил главное – не подходят нашему менталитету западные стандарты. Местному слушателю подавай простые душевные песни, с которыми связаны воспоминания молодости. Именно эти важные постулаты обеспечили успех первым концертом музыкальной группы «Гравитация». На мой взгляд, прошли достаточно успешно. Конечно, боялись, волновались, потому что состав новый, еще не до конца прошла притирка в коллективе. Тем более для многих музыкантов репертуар достаточно новый. Тем не менее, я доволен. Руководить таким коллективом – дело непростое. Все участники группы – давно состоявшиеся профессиональные музыканты, но в этом как раз и сложность. Творчески одаренные люди поймут, о чем речь. Я не могу сказать, что я строг с остальными в плане музыки. Тем более, что львиная доля музыкантов нашего коллектива гораздо более профессиональнее и компетентнее, опытнее, чем я в музыкальном плане. Что же привлекает такого человека, как Павел, в медицине, да еще и в ветеринарии? Где сплошные сюрпризы и, как вы сами понимаете, не всегда приятные. Если проводить аналогию с врачебной практикой у людей, то это напоминает разговор родителя с педиатром. Взрослые за больного рассказывают, что у него болит. На самом деле ветеринарные врачи всегда делятся на две категории, как я их вижу. Есть ветеринарные врачи, которые очень любят домашних животных, которые их всегда заводят, которые за ними ухаживают. И есть ветеринарные врачи, которые, наоборот, категорически не заводят домашних животных, потому что им их хватает на работе. Вот, наверное, я отношусь ко второй категории. Награда ветеринарного врача бесценна. Лизнувшая с благодарностью руку кошка или радостные лица владельцев спасенного попугая. Но прежде чем заслужить доверие таких пациентов, нужно очень постараться. Это обычная практика ветеринарного врача. И кусают, и царапают. И на моем личном опыте могу сказать, что собаки, конечно, понимают абсолютно все. И если на Западе у каждого врача своя специализация, то в России необходимо быть универсалом. И с ювелирной точностью уметь выполнять свою работу. Лично мой интерес, когда я езжу куда-то за рубеж, я сам хочу себе найти какое-то место, которое каким-то образом связано с моей работой для того, чтобы подчеркнуть оттуда какой-то интересный для меня опыт. Например, этим летом я ездил в Соединенные Штаты, напросился на стажировку в одной из ведущих ветеринарных клиник штата Вирджинии. И, конечно, за две недели практики, за две недели стажировки я получил там колоссальный опыт, который здесь не мог получить за семь лет. Но с позволения моего героя открою небольшой секрет. Европа интересует его не только как врача или туриста. Есть у Павла еще одно очень необычное и красивое увлечение – устраивать свидание с любимой девушкой каждый раз в новой стране или на новом месте. Было интересно посмотреть мир, посмотреть Европу. Я объездил почти всю Европу. Я был во Франции, в Британии, в Германии был несколько раз, в Чехии, в Нидерландах. Мне больше интересно, на самом деле, прикоснуться к культуре определенной страны, узнать ее изнутри, увидеть ее, потрогать ее, посмотреть на нее, попробовать обязательно местные деликатесы. Зарядившись эмоциями, как минимум до следующего путешествия он снова садится за методическую литературу. Преподаватели готовятся к лекциям еще дольше, чем студенты. И не всегда на пользу, когда молодежь знает тебя как музыканта. Просто для себя я ставлю определенный барьер. Не важно разница в возрасте, важен все-таки определенный статус и отношение преподавателя-студент. А мечты самые разные. Как мужчина он грезит о большом доме с кучей детишек. Как специалист, разумеется, думает о будущих открытиях и достижениях. А как музыкант надеется, что созданная новая группа «Гравитация» полностью оправдает свое название и притянет успех и новых слушателей. Наверное, основная особенность нашей группы – это наши музыканты. Каждый из них достаточно индивидуальная, яркая, творческая личность. Мы не стараемся быть одинаковыми, не стараемся одеваться в одну одежду. Но при этом мы приверженцы хорошей музыки. Мы все приверженцы хорошей, качественной музыки. И мы играем только ту музыку, которая нравится нам. Остается пожелать хороших зрителей на концертах, благодарных студентов и пациентов и безоблачной погоды в следующей стране, где Павел со своей девушкой устроят свидание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова